Вот уже 4 месяца в Твери и Калининском районе функционирует новая система пассажирских перевозок. Транспорт Верхневолжья начал свою работу в феврале, и к началу июня, кажется, ни у кого не осталось сомнений, что нововведение себя полностью оправдало. Постепенно горожане привыкли к новым маршрутам, выучили расписание и освоили мобильное приложение. Если с точки зрения транспортной логистики претензий к новой системе почти нет, то облик конечных остановок синих автобусов пока оставляет желать лучшего. Большинство из них буквально завалено бытовым мусором, в окружении которого тверетяне вынуждены ждать транспорт. Улица Склицкого – конечная остановка автобусов транспорта Верхневолжья. На небольшом пятачке здесь ждут выхода на маршрут десятки водителей. Кто-то из них дремлет в водительском кресле, кто-то перекусывает. Понятно, что работа у сотрудников транспортной компании нелегкая. Везде они проводят, что называется, за баранкой, имея силы несколько десятков минут в день на личные потребности. Вот только о том, чтобы избавиться от плодов этих потребностей, никто не позаботился. Вся округа усеяна бытовым мусором. Пустые пластиковые бутылки, стаканчики из-под кофе, упаковки из-под фастфуда. Единственный на ближайшие десятки метров мусорный бачок переполнен. Пищевые и иные отходы лежат рядом. Прямо под ногами ждущих свой транспорт горожан. Да неприятно, конечно, что там говорить. В связи особенно с такой обстановкой. Ну такая, правда, так заразы полно. Тут еще антисанитария такая. Похожая картина на конечные остановки у речного вокзала. Крупных коммунальных отходов здесь нет. Однако практически полностью периметр усеян окурками. Кроме того, где-то виднеется выброшенная резиновая перчатка. Частый артефакт нынешнего времени. Где-то полиэтиленовый пакетик. Малое количество мусора здесь объяснить легко. Конечная остановка рядом с речным, всего у пары маршрутов. Да и место тут историческое. Рядом храм. Такая. Вот. Ты с собой получил? Ну а куда я его дену? Там вот бак стоит. Если что, туда в бак. С собой обычно в пакете. На некоторых остановках есть ведра, контейнеры стоят. Впрочем, далеко не на всех конечных точках маршрутов такие контейнеры есть. А там, где они присутствуют, опорожняют их, по всей видимости, крайне редко. Как, например, в Заволжском районе. На конечной остановке в микрорайоне Радужный установлен вот такой вот знак. Свалка мусора запрещена. Штраф 5 тысяч рублей. Однако, как мы видим, немногих денежные санкции всерьез пугают. Горожане, в свою очередь, настаивают. Приведение в порядок территории возле остановок общественного транспорта – это обязанность городских властей. По мнению тверетян, важно не только оборудовать остановочные комплексы, но и следить за чистотой рядом с ними. Хотелось бы, чтобы более благоустроено было. Хотя бы урны поставили бы. Это тоже было бы. Вообще-то, это город должен, администрация заботится об этом. Мы налоги платим. В попытках прояснить ситуацию и узнать, когда, наконец, на конечных остановках будут установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов с последующим регулярным вывозом мусора, мы направили официальные запросы в городскую и областную администрации. Там пояснили, что на сегодняшний день установкой мусорных контейнеров на территории Твери и области занимается региональный оператор по утилизации ТКО. В компании, в свою очередь, отмечают. Они не могут по собственной инициативе обустраивать контейнерные площадки и размещать мусорные контейнеры или кагаты где бы то ни было. Подобная инициатива должна исходить от органов местного самоуправления, администрации районов или города. И пока в реестре мест, где установлены объекты для сбора ТКО, нет конечных точек маршрутов общественного транспорта. Региональный оператор выставляет контейнеры на основе реестра, который предоставляет муниципалитет. В последнее время в реестр мест накопления ТКО изменений не вносилось. Конечных точек маршрута, значит, еще не внесли. И когда это, наконец, произойдет, неизвестно. Однако очевидно, что сделать это нужно в ближайшее время. В противном случае конечные остановки неизбежно потонут в горах бытового мусора, окурках и прочих отходах.